Приветствую вас, дорогие наши зрители. Здравствуйте и всех, кто нас смотрит. Сегодня у нас хороший день. Сегодня у нас Пасха. Русская Пасха, Православная Пасха. И Христос воскрес. Поистину воскрес. Иисус есть Царь. Царей. И Он есть Царь, Царей, Он Царствует во век. И тема, которую мы сегодня хотели продолжить, это для чего же приходил Христос. То есть, приход Христа, это было на важнейшее событие вообще во всей Вселенной, во всем человечестве. Ну, было и есть. И сегодня мы будем продолжать говорить о том, для чего же приходил Христос. Ну, Оксан, прочитай местописание, которое мы говорили. Матфея 28, 18. Мы будем говорить о власти. То есть, Христос пришел для того, чтобы вернуть владычество нам. Власть была утеряна. Ну, как утеряна, скажем, Адам отдал власть добровольно. И тем самым потерял ее, скажем так. И до пришествия Христа, в принципе, земля принадлежала дьяволу, и он как бы здесь хозяйничал. Но когда пришел Христос, Христос забрал власть у дьявола, да, и, скажем, отдал ее нам. Верующим. Нам, верующим, да. Прочитай вот это местописание. Матфея 28, 18. Мне дана всякая власть на небе и на земле. Да, Иисус сказал, что мне дана всякая власть на небе и на земле. И если дальше стих правильно прочитать. Поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их моими учениками. Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Учите их исполнять все, что я вам повелел. И я буду с вами все время, до скончания века. И в Откровении Иоанна, первая глава, 18 стиха стоит. Я, есть первый и последний. Я жив, я был мертв, но вот я на веки жив. У меня ключи от смерти и ада. И вы знаете, когда распяли Христа, Он пошел, спустился в ад, забрал ключи у ада и смерти, то есть забрал ключи у дьявола. И власть принадлежит теперь Христу и Богу. И Он дал это нам. Возьми, найди местописание, евангелие, нет, мне место сейчас пришло, от Марка. От Марка возьми, найди последняя глава. Марка, 16 глава, 15 стих. И там как раз тоже говорится, когда Христос сказал ученикам, идите по всему миру, проповедуйте благую весть. И далее Он говорит, прочитай что ли? Идите по всему миру и возвращайте радостную весть всем людям. Тот, кто поверит и примет крещение, будет спасен, а кто не поверит, будет осужден. И дальше, 18 стих. У веровавших будут сопровождать знамения. Они будут моим именем изгонять демонов, говорить на новых языках. Они будут брать в руки змей. И если даже выпьют смертельную отраву, это не повредит им. Они будут возлагать руки на больных, и те будут выздоравливать. Да, и это вот как раз переглядывается с местом писания Евангелия от Иоанна, 14 глава, 12 стих. Здесь говорится, «Говорим истину. Кто верит в Меня, тот сможет делать то, что Я делаю. Он сможет делать еще больше, потому что Я возвращаюсь к Отцу». И здесь вот как раз говорится о том, что Христос вернул нам власть. И Он сказал нам идти по всему миру, проповедовать Евангелие. И далее говорится, что мы будем возлагать руки на больных, они будут исцеляться, будем воскрешать мертвых, там тоже, да, стоит? Да, воскрешать мертвых, изгонять бесов. То есть у нас есть эта власть. То есть те, кто принял Христа, и те, кто не принял, то принимайте, конечно. Добро пожаловать в Царство Небесное, потому что это, скажем, одна из самых важных, самых важных решений в жизни. Мы это когда-то сделали, годы назад, и сейчас мы живем в совсем другом измерении, потому что с Богом, со Христом именно человек может иметь, по-настоящему счастливым быть. И жизнь вечная, о которой говорится, у нас она уже здесь началась, на земле. Она уже здесь, на земле, да. И вот именно о власти Бог дан на власть. То есть, если какая-то болезнь у вас есть, вы можете болезни приказать, и она уйдет во имя Иисуса. Допустим, взять нас. Я в течение, как я уверовал, в течение 10 лет, практически ни разу не был на молитву. И если какая-то болезнь, ну, я имею в виду по гриппу, у меня несколько было таких травм, это другое дело. Но вот именно из-за гриппа там, или из-за каких-то там простудных заболеваний, если приходят, приказываемые они уходят. Если у людей какие-то такие же болезни есть, любого рода, мы приказываем этой болезни во имя Иисуса, и эти болезни уходят. То есть вы можете здесь уже на этой земле иметь, скажем, иметь вот эти преимущества, молиться за больных, молиться за себя. И там стоит написано, что спасение, а спасение, да, то есть мы получили спасение. И вот спасение – это слово созу в греческом языке. И это слово созу, оно содержит в себе. И, ну, слово спасение, оно переводится как слово созу. Оно содержит в себе исцеление, содержит в себе благословение, содержит в себе процветание, освобождение, то есть все объемлющее такое благословение, да, скажем так. Вот. И когда вы спасаетесь, именно когда принимаете Христа в свое сердце, вы имеете все эти благословения. Ну, в общем, вот такое вот послание на сегодняшний день. И чтобы вы понимали, что такое власть. То есть Бог дал нам власть именно здесь, на этой земле, владычествовать. И, скажем, власть, власть она, Бог, Иисус сказал, что мы читали, в Матфея 28, да нам не всякая власть на небе и на земле. На небе Бог, а на земле мы, как церковь, мы здесь имеем власть. То есть мы здесь владычествуем, и мы здесь, как говорится, царствуем, мы имеем власть, как Божий полицейский, мы можем, имеем власть, наводить порядок, скажем, Божий порядок, приводить, написано, как на небе, так и на земле, когда молитва, да? Спасибо за внимание. И вот такое вот послание, что касается... Власти. Власти, что касается, для чего пришел Христос. Спасибо. Спасибо. Благодарим вас за внимание и будем рады видеть вас в следующий раз.